Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. В прямом смысле остался у нас последний рывок, который мы обязаны сделать, но дистанция вот эта, хоть и последний участок, обещает быть очень сложной, поскольку мы переключаемся теперь после ФРС на заседание Банка Японии, который уже долгое время обещает нам отличиться и порадовать всех тех, кто делает ставку на ослабление японской валюты новым пакетом экономических стимулов. В каком формате он будет выглядеть? Либо снижение процентов ставок по депозитам, что самый вероятный сценарий, либо инициирование большего объема программы количественного смягчения и вот, наверное, самая агрессивная стимула, на которую сейчас может пойти японский регулятор. Неизвестно, конечно же, какое решение фактически будет принято. Есть вероятность того, что Банк Японии снова решит подождать, правда, неизвестно чего, но может быть еще более худшей экономической конъюнктуры на национальном рынке. Но в любом случае решать им. Для нас, как для спекулянтов, безусловно, это серьезный новостной фон. И поскольку мы с вами делаем, в частности, долгосрочную ставку на ослабление иены и торгуем этот актив против доллара, мы настраиваемся на то, что пара сможет добраться до сопротивления 108. И если эти стимулы будут в том формате оглашены, в котором хотелось бы увидеть, мы сможем наблюдать, собственно, за рождением настоящего бычьего ралли долгосрочного с потенциалом уходом чуть ли не в район 110. Между прочим, 110 иен для многих инвестиционных банков – это цель до конца этого года. Будем следить, соответственно, за развитием ситуации и за макроэкономическим фоном, который, собственно, и провоцирует всю эту динамику. Сегодня давайте не будем нарушать, как и всегда, наш привычный сценарий. Безусловно, поговорим обо всем, но начнем мы с динамики черного золота. И здесь, наверное, стоит констатировать позитив тогда, когда он есть, особенно для тех, кто продолжает целенаправленно продавать и бренд, и WTI, в частности, бренд с целью уже более серьезного нисходящего ухода к поддержке 40 долларов за баррель. С особым удовольствием сейчас предлагаю вам зафиксировать класс вчерашней торговой сессии на отметке 43.86. Сейчас мы торгуемся на уровне 44.05. Поддержка 45 быстренько переквалифицировалась в сопротивлении, актив торгуется ниже. И я надеюсь, что на этом медвежье ралли, которое мы наблюдаем, еще не, собственно, исчерпало потенциал еще большего хода. Говоря про макроэкономический фон, я вчера отмечал то, что для тех, кто торгует именно нефтью, нужно будет последить за статистикой по запасам, потом переключиться на ФРС, который обещал и, в принципе, стал причиной повышенной динамики для доллара. А ту или иную тенденцию, которая складывается в отношении американской валюты, мы используем для того, чтобы строить определенные прогнозы по рисковым инструментам. Запасы нефти США. Оценка Минэнерго, которая официальна. Данные выходят вслед за статистикой по ОПИ. Здесь у нас по итогам прошлой недели серьезное расхождение. Вы помните, что ОПИ мы констатировали с вами вместе. Незначительное снижение запасов. Что касается, опять же, официального отчета, то, как следует из вчерашних данных, запасы выросли на 1,6 миллиона баррелей за неделю против прошлого сокращения на минус 2,3. Другими словами, мы получили поддержку для распродажи бренда со стороны фундамента и статистики, на которую не возлагали больших надежд, поскольку уповали на сезонную составляющую, факторы и то, что запасы в этот период традиционно должны снижаться. Но Министерство энергетики, Администрация энергетической информации поддержала сейчас коррекционный посыл. Большое вам спасибо, хотя я думаю, что мы справились бы и без этой статистики, поскольку в глубине души понимаем, что нефть корректируется не просто так, и уж точно не связана эта динамика с ожиданиями потенциального роста запаса в рамках США. Мы руководствуемся долгосрочным фундаментальным фоном, который сейчас проявляет себя во всей красе, и этот фон возвращает нас к главной кульминационной идее снижения бренда, которую использовали трейдеры на протяжении 2015 года. Это перенасыщение рынка углеводородами и недостаточный спрос на фоне слабой мировой экономики. Об этом мы также уже говорили. Регулярно пересматриваются прогнозы по экономическому росту, в частности, хотел оставить на фонд, но раз уж мы заговорили про темпы экономического восстановления сейчас, буквально за пару часов до выступления монетарного руководства и до публикации оставок ФРС, вчера ФИЧ опубликовал прогнозы по росту отдельных регионов. И, как вы прекрасно понимаете, статистика снова удручающая, и ожидания мрачнее некуда. По Британии ожидается спад на 2017 год до 0,9%, хотя прошлый прогноз был отмечен на отметке 2,2 или даже 2 с небольшим. По США также будет спад, по Японии снижение, по еврозоне, само собой, тоже снижение, вследствие чего, в частности, собственно, ФИЧ сделал акцент на то, что Европейский Центральный Банк будет вынужден продлить действия текущей программы количественного смягчения. Но это как минимальный шаг по сверхагрессивному стимулированию. Это сопутствует, конечно же, нашему посылу, связанному с ослаблением евро. Но все равно, если все-таки вернуться к нефти, пересмотренные прогнозы по экономическому восстановлению продолжают указывать на то, что мировая экономика также будет терять на протяжении и до конца этого года, и в 2017. Но хотя я, честно говоря, из-за таких, может быть, более реальных соображений, полагаю, что мы еще неоднократно видим пересмотр этих прогнозов, соответственно, более слабые цифры. Поэтому, если нефть дает нам возможность использовать ключевой прежний фактор разгрузки, ну, давайте не будем отказываться от него, потому что он не всегда срабатывает, он не всегда состоятельный, но сейчас у нас буквально все козыри на руках, чтобы не мудрить и полномерно следовать вместе с брендом к тем целям, которые сейчас, может быть, видны только тем, кто и толкает рынок вниз. Но у нас цель есть своя, это 40 долларов за баррель. И я предлагаю вам вместе со мной протащить актив именно к этим ориентирам. Российская валюта против доллара. Котировки 65,96, ну, можем говорить 66. Вчера мы серьезно просели по нефти, и я думаю, что сегодня медведи, которые распродают позиции рубля против валютных конкурентов, снова вступят в игру, вмешаются в эту тенденцию и потащат, соответственно, рубль еще ниже. Поэтому сегодня и до конца недели я предлагаю вам настраиваться на еще один рывок девальвации. Сейчас нет оснований говорить о том, что за последние дни просадка рубля была столь значительна, что она подразумевает возможность технического отката из-за эффекта пятницы, закрытия недели. Нет, ничего подобного. Рубль сейчас девальвируется по причине слабости нефти и осознанной политики, которая проводится центральным банком. Искусственная корректировка курса, чтобы снизить давление на показатель дефицитности российского бюджета. Соответственно, мы знаем, что он уже превышает полтора триллиона рублей. Мы знаем то, что текущие рублевые котировки в пересчете на баррель нефти, они не соответствуют тому, чтобы решать проблемы с недостаточной ликвидностью на внутреннем рынке. Значит, единственная возможность – это основа сбивать курсы в плане рубля. И тащите пару к более оправданным, экономически обоснованным и, наверное, целесообразным уровням для России, которые, на мой взгляд, сейчас находятся уж точно выше 68. Сегодня я предлагаю поставить на то, что пара сможет добраться до отметки 66.50, может быть, даже двинуть в район 67. Но это также будут только первичные ориентиры, потому что есть понимание того, что рубль вот уже снова вернулся к прежней коррекционной связи, дальше будет только слабеть. Евро против американца. Начнем давайте с котировок. Сейчас пара евро-доллар катируется на отметке 1.10.69. Вчера большую часть торговой сессии мы наблюдали, как этот дуэт валютных активов консолидировался рядом с уровнем 1.10, предвкушая, конечно же, итоги заседания ФРС и пресс-конференцию монетарного руководства. Из-за национальной статистики выделить было практически нечего. Единственное, что индекс потребительского доверия от ГФК, который снизился с 10.1 до 10. И в целом можно прийти к выводу, что этот индикатор отражает явную обеспокоенность населения, ведущей экономики Еврозоны, Европейского Союза, за последствия выхода Англии из состава ЕС. И мы понимаем, что эти опасения не на пустом месте. Они также абсолютно обоснованы. И если мы с вами говорим про замедление роста английской экономики, как одной из ведущих прежних держав ЕС, мы понимаем то, что по принципу цепной реакции карточного домика другие регионы и площадки также будут задеты. Уж Европейский Союз точно потеряет от этого. И вспомним давайте прогнозы Европейского Центрального Банка, считающего, что экономика снизится до 0,5%, даже еще ниже. От отдельных ритковных агентств есть даже более слабые ожидания. Поэтому потребительское доверие, безусловно, будет снижаться. Следующие релизы, следующий отчет, они только усилят общий негативный тренд, который уже сложился. И каждый этот отчет мы будем использовать в качестве поддержки нашей идеи того, что ЕЦБ пора все-таки задуматься о введении новых мер стимулирования. Собственно, так же, как и сильную статистику по США, мы используем в качестве еще одного дополнительного повода, чтобы ФРС, может быть, убедил сам себя через эту статистику, что нужно повышать ставки и до конца этого года. Долгосрочные взгляды, вы понимаете, не меняются. Но краткосрочный, фундаментальный, он заставляет обращать на себя внимание, поскольку как раз долгосрочные тренды складываются из таких локальных реакций. В частности, вернемся, если к заседанию ФРС. Ключевая ставка так и осталась на прежнем уровне в диапазоне от 0,25 до 0,5%. Реакции не последовало никакой, собственно, так же, как и мы не видели реакции на факт непересмотренных ставок со стороны Европейского Центрального Банка. Большим интересом сразу же было сопровождено выступление и пресс-конференция представителей ФРС. И здесь мы услышали очень много, точнее, практически все, что слышали на прошлых заседаниях и по итогам прошлых встреч. То, что политика остается адаптивной. То, что ФРС следит за экономической статистикой, за макроэкономическими отчетами. То, что сила дальнейших релизов и фундамента будет определять решение ФРС по нормализации денежно-кредитной политики. То, что инфляция сейчас, хоть и далека от любого значения в 2%, но неуклонно движется к этой цели и подстегивает прогресс на рынке труда и, в частности, рост заработных плат. То, что прогресс на американском рынке труда сохраняется, подчеркивается еженедельным заявками на пособие по безработице. Впереди у нас, как предварительный срок возможного вероятного повышения в сентябре, соответственно, до сентября у нас два отчета по Non-Farm Pels. Два серьезнейших повода, которые позволят усомниться тем трейдерам, которые считают невероятное повышение ставки в том, что это может произойти. Потому что ФРС ясно дал понять, что одной из задач является достижение максимальной занятости. И, учитывая динамику по созданию количества места вне сельскохозяйственного сектора и уровня безработицы, это как раз тот самый, может быть, основной вместе с инфляцией отчет, на который будет опираться американский регулятор. И самая важная формулировка изменения по сравнению с прошлыми комментариями, то, что краткосрочные риски для экономики снижаются. И, соответственно, это осоздаёт возможности для действий до конца этого года. То есть, ФРС дал понять, что не отказывается от повышения процентных ставок и может их повысить, вероятно, даже два раза в сентябре и в декабре. Но мы на два раза рассчитывать не будем. Когда-то мы были настолько оптимистичны, что верили в четыре раза разгон процентных ставок. Сейчас мы продолжаем спекулировать только на возможности второго. И я считаю, что если ФРС всё-таки осмелится, отважится на это решение, это произойдёт не раньше декабря. Но всё равно это будет уже ещё 2016 год. И для нас, даже в порядке ожиданий, этого должно быть достаточно, чтобы выжать из доллара ту самую силу, которую нам хочется видеть. И поскольку эту силу мы с вами используем в качестве одного из основных факторов давления на риск инструмента. Вернёмся к европейской валюте. Поскольку ФРС пока продолжает тянуть резину, мы, разумеется, забываем о том, что произошло вчера и снова возвращаемся к тому, что происходит с валютным блоком в контексте выхода Англии из состава ЕС. Вспоминаем про прежний негатив и сами себе даём ясно понять, что евро остаётся аутсадером. Ралли вчера, хоть и было повышательное, но не такое уж и динамичное. А в целом ждём снижения, возвращение к поддержке 1.10. Фунт против американца, безусловно, резонировал также от заседания ФРС. По итогам, в принципе, вчерашней торговой сессии и того, что фунт показывает сейчас у нас котировки 1.3181, также недалеко ушли от поддержки 1.30. Понимаем то, что с учётом волатильности, свойственной для фунта в последнее время, он может очень быстро потерять 150-200 пунктов в рамках даже одной торговой сессии. И никто даже ухом не поведёт, потому что понимает, что это нормально. Особенно сейчас и особенно с точки зрения снижения. Вышли вчера ещё данные по ВВП, предварительная оценка за второй квартал, прирост на 0.6% против прошлого на 0.4%. Но здесь снова важное замечание заключается в том, что эти данные базируются на той статистике, которая была собрана до 23 июня, то есть до референдума. Поэтому, так же как и многие релизы прошлой недели, абсолютно не объективны, недостоверны. На эту статистику можно уже не обращать никакого внимания, потому что истинные цифры уже заведомо со 100%. Вероятностью можно говорить гораздо хуже. В любой момент давление на фунт может оказать всё-таки понимание рынка, что 4 августа на следующей неделе Банк Англии снизит процентную ставку на 0,25%. Может быть даже это решение будет озвучено вкупе с инициированием программы количественного смягчения. То, что раздор в рамках голосующих членов уже очевиден. Точнее у нас есть один из представителей Банка Англии, который считает, что ставку ещё не нужно снижать. Большинство полагают, что это нужно сделать уже на следующем заседании. И, как я уже отметил, прогноз ФИЧ, который был опубликован вчера по экономическому росту, спад до конца этого года больше, чем на 0,3%. В 2017 году максимум, что сможет показать Англия по ВВП, это 0,9%. Прогноз съехался 2%. Вы представляете, какой контраст. Продолжаем ставить на ослабление фунта и движение в район 1,30. Доллар японская иена. Здесь только мы преодолели одно препятствие в виде заседания ФРС. Тут же всё внимание приковано теперь к заседанию Банка Японии, которое состоится уже совсем скоро. Завтра утром мы будем подводить итоги этого серьёзнейшего новостного фонда. И я считаю то, что волатильность в связи с решением Банка Японии может оказаться даже более выраженной. И полагаю, что эта волатильность будет предполагать ослабление японской валюты. Вообще, волатильность вчерашнего дня была также колоссальная. Мы видели периодически резкий рост пары, потом резкое ослабление. И всему виной актуальный новостной фон, который имел место быть и, соответственно, наблюдался на рынке. В частности, если мы говорим про потенциал слабости японского валюты. Вчера премьер-министр Японии Синза Абе ясно дал понять, что японская экономика будет по ликвидности наполнена дополнительным объёмом чуть больше 250 миллиардов иен. Официальная окончательная цифра пока ещё не ясна. И даже вот это решение ещё под вопросом. Но вроде бы как окончательно всё будет ясно уже на следующей неделе. И, безусловно, буду держать вас в курсе. Поскольку подобные комментарии стали ещё одним проявлением того, что Банк Японии не отказывается от стимулирующей поддержки, вот вслед за, собственно, спекуляциями по снижению процентной ставки, трейдеры тут же заговорили о том, что в эту пятницу, то есть уже завтра, мы получим то, что хотим получить и японская иена ослабит. С другой стороны, вы понимаете, что сейчас непонятная ситуация складывается с точки зрения стабильности мирового экономического роста. Это провоцирует трейдеров на уход в защитные активы. Вчера доллар ещё оказался под давлением из-за выхода данных очень слабых по заказам на товары длительного пользования. Этот отсчёт снизился на 0,4%, худшее значение с 2014 года. И, в принципе, создаёт риски для снижения экономического восстановления американской экономики. Это тоже повлияло на слабости американца, чем воспользовалась тут же японская валюта. Но в то же время, вчера, помимо заказа на товар длительного пользования, вышел ещё и индикатор по рынку недвижимости. Здесь снова прогресс, который продолжает указывать на то, что хорошая ситуация с занятостью, рост заработных плат и крайне низкие процентные ставки, которые скоро могут быть повышены, а значит, сейчас последняя возможность взять дешёвые ипотечные кредиты, будет как отрасль и сектор развиваться дальше. И я думаю, что эта статистика отчасти компенсировала то снижение, которое мог бы испытать доллар против иены вчера. В целом, у нас торговая сессия была закрыта в плюсе, даже несмотря на то, что ФРС не дал нам конкретики, но, с другой стороны, хотя бы оставил на повестке возможность обсуждения повышения ставки и принятия этого решения до конца этого года. Мы с вами сейчас следим за сентябрьским заседанием, как самое ближайшее, а потом будем тут же ориентироваться на декабрь. Продолжим следить за статистикой, подсчитывать собственные вероятности и шансы того, что мы дождёмся этого решения. Но я думаю, что доллар ещё покажет себя во всей красе и, соответственно, сможет против японца оказаться выше 607 иен против доллара. Поэтому наша прежняя идея остаётся неизменной. Мы понимаем то, что на контрасте можно дальше торговать ожиданий изменения монетарной политики. И то, что мы видели просадку с хая вчера и видим то, что пара USDY снижается сейчас, это, в принципе, ещё ничего не значит, поскольку трейдеры продолжают метаться из стороны в сторону, прогнозируя того, что можно услышать завтра от Банка Японии. Сегодня в 15.30 выйдут заявки на пособие по безработице. Снова уверен, отчёт будет хороший, уж ниже 300 тысяч – это точно. И, возможно, доллар использует этот релиз для того, чтобы хотя бы отыграть у иены несколько десятков пунктов. Я на это, собственно, делаю ставку. Сейчас актуальные котировки 104.83, но что-то подсказывает мне, что мы сможем уйти уже в ближайшие часы снова выше 105 иен против доллара. Из других валютных активов, в принципе, всё без изменений. USDCAD отскочил от сопротивления 1.32, сейчас котировки 1.31.32. И я снова предлагаю сыграть на повышение с возможностью возвращения к сопротивлению 1.32. Почему? Потому что активность снижается нефть. И ослабление канадца было не таким динамичным и в процентном эквиваленте совершенно несоответствующим той слабости, которую мы видели на рынке нефти. Поэтому, возможно, мы будем наблюдать сейчас в ближайшие дни, если коррекция по нефти продолжится, ещё отложенный эффект реакции канадца. И, может быть, трейдеры всё-таки осознают тот факт, что вчера протоколы были снабжены вот этими жёсткими комментариями и намёками, что должно оказать поддержку доллара. Поэтому всё сложится воедино и позволит паре ещё раз протестировать уровень 1.32. Её здесь весит. Вчера мы, конечно же, с хая 0.9950, так и не добравшись до паритета, отскочили до текущих уровней 0.9848. Я считаю, что бычье ралли, оно по-прежнему состоятельно. И советую вам задуматься, если вы хотите покинуть расположение этой валютной пары. Потому что новостной фонд у нас по-прежнему в целом не изменился. И тем более мы понимаем, что Национальный банк из Швейцарии просто не даст франку укрепляться дальше. Собственно, на этом всё. Из важных ризов сегодняшней торговой сессии стоит отметить индекс потребительских цен Германии, который выйдет в 15.00 по московскому времени. Но, думаю, что статистика, в принципе, пройдёт, наверное, незамеченной. Мы завтра поговорим об этом индикаторе, поскольку используем его, чтобы определить возможное состояние индекс потребительских цен Еврозоны в целом. И в 15.00, как я сказал, заявки на пособие по безработице. Кодовое слово на сегодня. Приурочим его к, вероятно, первому повышению процентной ставки ФРС. Вероятно. Вероятность процентов 10. Конечно же, маленькая, но всё равно, почему бы не спекулировать на это. Сентябрь – это кодовое слово. Величина бонуса 15%. Действует он до завтрашнего утра, то есть до следующего брифинга. На этом всё. Большое вам спасибо за внимание. Сегодня я хочу, как и всегда, пожелать вам, безусловно, попутного тренда, хорошей результативной торговой сессии. Ну и, разумеется, увидимся мы с вами уже завтра. Всего доброго. До свидания.